ДИАЛОГ Маргарита Анатольевна Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты, родилась в Новозыпкове Брянской области, закончила юридический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина, а также Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление. Трудовой путь начинала рабочий Новозыпковского мясоптицекомбината, работала статистиком Новозыпковского горкома ВЛКСМ, государственным нотариусом, заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. В декабре 2013 года избрана председателем Гомельской областной нотариальной палаты. Маргарита Жорова была членом Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Избиралась членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Имеет благодарственные письма президента Республики Беларусь, награждена Орденом почета, почетными грамотами Национального собрания и Совета министров Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности нотариусов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Сейчас будущие выпускники определяются с выбором профессии. Вы столько лет посвятили разным сферам юридической работы. Как бы вы продолжили фразу «профессия юриста» интересна тем, что она... Ну, во-первых, динамично. Здесь всегда остаешься студентом, в статусе студента, потому что надо учиться, учиться, учиться. Ну, естественно, очень ответственно, потому что нельзя сказать человеку «нет» и не найти выхода. Надо брать на себя определенный риск в поиске компромиссов. То есть юрист должен быть человеком, достаточно быстро меняющимся, как вода, да, в течение реки. Но и вместе с тем быть очень предельно точным, осторожным и бескомпромиссным в некоторых случаях. Ну, вот существует такое мнение, что юристов многие не любят за их занудство, излишнюю дотошность, педантичность, серьезность. Может быть, побаиваются. Вот, глядя на вас, конечно, такого никогда не скажешь, но приходилось ли вам с таким стереотипом в своей работе встречаться? Ну, мы, наверное, в лучшем смысле этого слова все зануды, потому что ведь юридическая работа связана с тем, чтобы доискаться до определенной точки и от нее уже найти точку отсчета и пойти по правильному пути. Вот это занудство я поощряю, и мне такое занудство нравится. Ну, а вот в очках, не поднимающий глаз, ой, очень редко мне такие юристы встречались. Может быть, это те, кто случайно попали в эту профессию. А что самое сложное в процессе обучения и в профессиональной деятельности юриста? Ну, в процессе обучения самое сложное, если отсутствует желание учиться, потому что там очень большие объемы. Хотя они легко запоминающиеся. Мой замдекан на юрфаке в свое время говорил, да у нас на юрфаке можно учиться с 10 детьми. То есть формально это то, что ты рассчитываешь на память, на свою. Если есть желание, ты выучишь все. А вот если посмотреть в профессию юриста, то, наверное, то, что ты всегда ответственна за каждое свое слово. Да, за слово, которое произнесено и за слово, которое вышло из-под пера. О деятельности нотариусов будем говорить дальше. Два года, как произошли серьезные перемены в работе, реорганизация. Переходный период, он всегда такой достаточно сложный. Возникали ли какие-то трудности в работе в это время? Ну, наверное, самое сложное было, что нужно было в очень короткий период организовать по-новому деятельность нотариальных контор. Ну, именно условия, статус. Потому что изменился статус это общественная организация, основанная на членстве. Соответственно, нет трудовых отношений у нотариусов. То есть все немножечко по-новому было, но вместе с тем все было и по-старому. Потому что у нотариуса такая задача обслуживать граждан, оказывать им юридическую помощь, создавать документы, которые имеют юридическое значение. В этом смысле нам ничего не нужно было переделывать. А вот структурные изменения, организационные моменты деятельности, окончание работы в госслужбе, соответственно, перевод всех работников, которые работали раньше в нотариальных конторах. Кстати, мы постарались, чтобы никто не остался за бортом, кто работал в конторах. И мы забрали всех тех, кто был в штате государственных нотариальных контор. Ни один человек просто так не остался на стороне. Все, кто хотел, пришли к нам. Вот эти организационные моменты, конечно, были сложны. И времени не хватало. Я просто вспоминаю, что приходилось работать и до 12 ночи, и в 6 утра идти на работу. Потому что начинала я, в общем-то, одна практически. А уже с Нового года как бы пошел процесс добавления людей. Но все это было очень приятно, потому что всегда новое, это дает какое-то вдохновение для того, чтобы работать. И когда знаешь людей, с которыми работаешь, что на них можно опереться, сложности решаются быстро. Ну, два года – это такой достаточный срок, чтобы судить уже о каких-то плюсах и минусах. Можете ли вы их выделить? Ну, плюс в том, что все-таки мы сохранили, самое главное в нашей работе – это качество обслуживания граждан. Это, наверное, та цель, которая ставилась перед нами, нашим государством. И мы работаем от имени государства. Это плюс, конечно. Плюс в том, что никто не испугался. Практически никто не ушел. Весь состав перешел работать в новых условиях. Хотя, наверное, кому-то было страшновато, как мы начнем работать в начале. Это плюсы. Минусы были в том, что мы не совсем знали, что будет в первые месяцы работы. Потому что январь-февраль для нотариусов – это немножечко застойные месяцы. Потому что январь – это праздники, февраль – это короткий месяц. И люди обычно уже, когда разбирались в том, что нужно им делать, наступала весна. Вот тоже было в этом сложности. Минус еще в том, что, наверное, очень много было вопросов, связанных с имуществом, с арендой. Таких организационных. Но основная все-таки, основная составляющая – это положительная, позитивная. А удалось ли повысить самоокупаемость? Знаете, анатолицы всегда были самоокупаемые. Даже когда мы работали в госслужбе, вот приводил пример наш замминистра, курирующий нас, что на нотариусов тратится, допустим, 23% из того, что они заработали по государственной пошлине. Перечислялось. А оказывалось, что мы окупали эти 23% в 4 раза. То есть то, что тратилось, было в 4 раза меньше, чем нам давали. Поэтому мы всегда были окупаемые. Мы предполагали, что все-таки мы заработаем те деньги, которые зарабатывали. Единственное, что мы тарифы быстро не могли к ним привыкнуть. У нас была государственная пошлина, которая шла в бюджет. А сейчас это был нотариальный тариф, и нужно было организовать финансовую работу с ними. Вот из-за этого боязно было. Но вообще самоокупаемость, да, дала свой эффект. Потому что на собрании, в общем, когда создавался, учреждался наш союз, было принято решение создать фонд развития нотариата. И вот мы заложили основу сразу с первых дней для того, чтобы на будущее не стать банкротами. Думаю, что вот мы смогли удержать самоокупаемость. Количество обращений изменилось за последнее время в какую-то сторону? Ну, в первый год было немножечко меньше, но я понимаю, почему. Потому что люди не знали, кто, где и кому писать. И, наверное, было меньше. В первый год их было всего лишь 30 обращений. На следующий год немножечко подросло. Но я считаю, это не очень много, 44 обращения. Это достаточно мало к нам в ТНП. В основном это обращения, связанные с разъяснением законодательства по наследству. Но так, кое-что на действии. Но вообще, в основном, это необоснованное обращение. Далее, вашему вниманию, наша постоянная рубрика «Есть мнение». Речь как раз пойдет о вопросах, с которыми граждане обращаются к нотариусам. Приходилось, но, говорю, очень давно. Там по наследству в основном надо было документы сделать. Нормально. Отлично. Внимательно. Я же и запомнила, Светлана Васильевна. Буду общаться, если понадобится. Дарение какое-нибудь, наследство оформлять. Приходилось, но не всегда там могут помочь в полном объеме. Дело в том, что не так давно мне надо было доверенность оформить, чтобы выступить в суде за мужа. Нотариус уверил, что это правомощно, выдал такой документ. А в суде отказали. Сказали, что он абсолютно негоден. Поэтому не очень ясно, почему в одном месте об этом знают. А нотариус вроде бы человек достаточно умный, достаточно просвещенный. Как-то таких нюансов не владеет такими. А до этого, да, все, что касалось оформления каких-то наследств или каких-либо еще видов документов, в полном объеме всегда устраивала работа нотариальная контора. Ну, если приходилось, так это было, в общем-то, давно. И вопросов не было. Я обычно обращался в железнодорожный, как говорится, наш отдел этот нотариальный. Там очень хорошие все люди. У меня там вопросов никогда не было. Ну, с выездом за границу приходилось, но вопросов не было, не возникало никаких. Даже, вот я помню, дочку отправляли в Англию когда-то, там вопрос решался буквально где-то двух дней. Надо было оформить и паспорт, все сделать. Все сделали успешно. Приходилось обращаться по печальному поводу, когда мама ушла из жизни. Все, что надо, сделали, помогли. Приходилось обращаться в нотариальные конторы. Дело в том, что у нас проживал мой дядя. Он был работником тыла, и так как не мог ходить, мы вызывали нотариуса, чтобы решать вопросы получения его пенсии. Он был слепой и не мог вообще никуда ходить, ни сберкассы, никуда. Поэтому мы обращались в нотариальную контору, которая у нас находится на аэродроме, там нотариальная контора. Всегда вопрос решался очень оперативно, и всегда было все вовремя сделано. По поводу также, я получала наследство от своих родителей. И тоже, то есть я обратилась в нотариальную контору, мне сказали, какой список документов мне нужно было представить. Я все это представила в нотариальную контору, опять-таки, без никаких, так сказать, проволочек. Все было сделано четко, аккуратно и в сжатые сроки. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе нотариусов. Маргарита Анатольевна, а часто ли бывает, что люди остаются разочарованными в своих ожиданиях? Я слушала сейчас мнение, и, знаете, конечно, можно подумать, что нам повезло, что только люди положительно отзывались. Но я сама уже нашла два отрицательных момента в том, что они говорили. Во-первых, когда человек сказал, что представить документы, мы представили, все сделали. У нас существует принцип одного окна, когда человек вообще не должен ничего представлять. Нотариус должен сказать, придите, покажите паспорт, мы все сделаем и запросим. То есть кто-то уже там неправильно выполнил свои обязанности. Это раз. Во-вторых, вот мы проводили анкетирование тоже сами, чтобы оценить свою деятельность. Конечно, люди хорошо отзываются, потому что конторы работают. В любое время можно прийти и с утра, и с вечера. И в субботу у нас работают конторы. И вот если есть необходимость, как мужчина сказал, что два дня до отправки оставалось, у нас были случаи, когда с границы возвращали детей, и нужно было срочно переделать. А это было в воскресенье, три часа дня, и люди звонили, искали, и на прямую линию электронное обращение, и мы вызывали нотариусов. Потому что ребенок не виноват, что некоторые проблемы в оформлении документов. Он должен поехать, если он уже настроился. То есть, в общем-то, мы стараемся сделать все, что можно лучше для граждан. Но не всегда бывает, конечно, все гладко, потому что есть люди, недовольные определенными моментами в оформлении своих прав. Но это связано не с тем, что нотариус неправильно обслуживает, неправильно говорит или неправильно что-то делает. Но что закон каждому понимается по-своему. И, конечно, это больше принципиальное расхождение взглядом на закон гражданина и нотариуса. Ну, как бы там ни было, такие инциденты бывают. А бывает, что люди страдают из-за собственной неосмотрительности, например, когда оспариваются завещания, договоры дарения? Бывает. Вы знаете, не будем говорить даже об оспаривании договора дарения. Тут это уже очень сложный процесс. Любая сделка оспорима. Закон говорит, что да, если ты не согласен, ты можешь обратиться в суд. Но, опять-таки, прежде чем идти делать какую-то сделку или что-то совершать, нужно сначала посоветоваться с юристом, с любым, даже не с нотариусом. Но если это нотариальная сделка, то лучше с нотариусом. Он знает тонкости дела. Но еще вот бывает, люди из-за экономии определенной своих собственных средств допускают некоторые формальности, которые потом им мешают оформить свои права. Вот буквально сегодня у меня был человек на приеме, который получил согласие на осуществление приватизации из-за границы. В удостоверительной надписи нотариуса немецкого было написано, что явку одного лица удостоверяет, а ему нужно было два согласия от жены и от дочери. И вы знаете, вот я отправила на консультацию Минюст и в протокольно-консульский отдел МИДа этот документ, этот постель. И мне уже вечером ответили, что да, это не совсем точно, а должно было быть удостоверено две подлинности подписи. Оказалось, просто две подлинности подписи стоят в два раза дороже, чем одна. И вот теперь человек вынужден снова обращаться и откуда ты за границей должен получать. Поэтому вот тут формально надо выяснять все тонкости и обстоятельства. И в другой раз экономия не приводит к хорошим результатам. Спасибо. А сейчас с вами хочет посоветоваться наш телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот у меня приватизированная квартира на две половины, на мужа и на меня. Могу ли я сделать завещание на дочь, но квартира не выплачена? Да, конечно. Дело в том, что при составлении завещания состав наследственного массы и принадлежность его вам не будет проверяться. Вы делаете это завещание на будущее. Вы знаете, как раз вы можете завещать все свое имущество, которое будет принадлежать вам на момент открытия наследства. То есть формально это все будет в будущем. Поэтому делайте смело, без всяких вопросов. Спасибо. Маргарита Анатольевна, скажите, пожалуйста, сколько нотариусов сегодня работают в Гомельской области? У нас сегодня фактически осуществляют нотариальную деятельность 127 нотариусов. Четыре из них находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет. И из оставшихся 123-2 это нотариусы нотариальных бюро. Ну это так называемые бывшие частные нотариусы. Ну в общем 123 фактически осуществляют деятельность свою. Ну вот по данным Белорусской нотариальной палаты в республике работают 856 нотариусов. И из них всего 31 специалист. Это мужчины. А в Гомельской области какая ситуация? А вот если говорить в этой ситуации, то мы здесь имеем перевес. У нас 9 нотариусов мужчин. И есть у нас одна контора Светлогорского района, в которой из пяти составов 3 человека это мужчины. И в городе у нас есть нотариус мужчина. То есть мы составляем большинство от этого меньшинства. Да, но а в целом, ну видна же тенденция, почему мужчины не хотят выбирать эту профессию? Вот вы знаете, мы сейчас идем к латинскому нотариату. То есть мы стремимся к европейскому уровню нотариального обслуживания. И вот как раз этот институт сейчас наполовину приближен к этой форме. В латинском нотариате в основном мужчины. И вы знаете почему? Потому что попасть в нотариус очень сложно. Там нужно и время стоять в очереди на получение лицензии. И достаточно серьезный экзамен поэтапный, несколько форм сдачи. И, соответственно, и зарплата у них свободная в свободном нотариате. Все-таки мы в данном случае ограничивали всегда нотариуса. У нас была государственная служба, были оклады. И мужчины не всегда хотели идти на такую усидчивую, терпеливую, можно сказать, привязанную к месту работу. Мужчина, он охотник. Ему надо по лесам, по долам. То есть хороший юрист мужчина, он может найти более прибыльную работу. Но сейчас я бы сказала, что к нам народ потянется, я полагаю. Ну это хорошо. Спасибо. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. У меня в январе умер муж. У него осталась машина и гараж. Какие мне документы надо для оформления наследства? Спасибо. Вы знаете, вам надо обратиться в контору по месту открытия наследства, там, где зарегистрирован был ваш муж. И вам, собственно говоря, ничего не надо делать, только прийти в контору с паспортом и, если свидетельство о смерти принести, вы все расскажете нотариусу, заполните соответствующее заявление, нотариус сам истребует все сведения, которые необходимы, проверит принадлежность наследственного имущества вашему мужу, выделит вашу долю в совместной собственности, нажитой в браке, и после этого выдаст вам свидетельство о праве на наследство. То есть просто-напросто придите в нотариальную контору до истечения шести месяцев со дня смерти вашего супруга. Спасибо, Маргарита Анатольевна. В продолжение нашего разговора о работе нотариусов я предлагаю посмотреть сюжет. Уважаемые телезрители, внимание на экран. Первая нотариальная контора Гомельской области. Среда, день для посещения не самый массовый. Однако на отсутствие посетителей нотариусы не жалуются. Ежегодно в Гомельской области осуществляется более 200 тысяч нотариальных действий. Среди самых распространенных процедур – оформление наследства и действия с недвижимостью вроде купли-продажи имущества. Причем это раньше посетители имели достаточно смутное представление об общении с нотариусами. Сегодня практически каждый знает, что ему нужно. Благодаря, наверное, интернету достаточно четко уже выражают то, что они хотят сделать. Раньше было сложнее, теперь приходят и говорят, что хочу то, то, то. Согласие, значит, согласие они уже называют, что это за нотариальное действие. Гомельчанка Ева Михальченко пришла в нотариальную контору для оформления имущества. Права женщины нотариус разъяснила быстро и понятно. Единственная проблема – оформление еще трех дополнительных справок. Можно, конечно, побегать по соответствующим организациям, а можно воспользоваться принципом одного окна. В данном случае это обойдется примерно в 120 тысяч рублей. Ева Михальченко решила выделить эти средства из ближайшей пенсии. Сейчас же везде и по телевизору говорят, что можно сделать одно окно. Все документы они оформят, достанут и оформят, и не надо бегать и ездить. Так как я инвалид второй группы, я уже не могу ездить по кабинетам, по учреждениям. Самый редкий договор, который пришлось заверять гомельским нотариусам о суррогатном материнстве. Немногим более распространены, однако, тоже не пользуются особой популярностью среди жителей Гомельской области – брачные контракты. Преодолеть этот барьер психологически для многих очень тяжело. Если делишь имущество еще до свадьбы, значит, не доверяешь и уже сейчас готов на развод. У нотариусов на этот счет возможно свое мнение, однако навязывать его клиентам они не будут ни при каких условиях. Они вообще люди выдержанные и стараются всегда сохранить спокойствие, помня о главных принципах своей профессии – доступности, оперативности, законности и беспристрастности. В работе с людьми бывают всякие ситуации, бывают люди сдержанные, бывают уже где-то заранее побыли, накрутили себя и могут здесь пытаться поскандалить. Мы стараемся все вопросы урегулировать. В общем-то, в большинстве случаев все у нас хорошо. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. Маргарита Анатольевна, работа нотариусов действительно сложная. И одна из главных сложностей – это огромный документооборот. Это такое скрупулезное, внимательное отношение ко всему, к любой циферке, к любому обстоятельству. Скажите, развитие информационных технологий пока никак не позволяет вам немножко себе работу облегчить и упростить? Мы очень продвинулись в этом вопросе. Во-первых, даже если говорить о действиях, которые у нас появились, связанные с IT-технологиями, мы теперь делаем скриншоты, так называемые. И уже были. Вот, кстати, в интервью Олега Виктор на поправке надавала интервью. Она уже делала скриншот. Это мы составляем протокол о той информации, которую фотографируем с интернета. Подтверждаем определенные факты, время и прочее. То есть уже мы научились этому. У нас уже есть цифровые подписи у каждого нотариуса. Они выполняют определенные функции, связанные с исполнением закона о недопущении легализации нетрудовых доходов. Затем мы работаем уже по интернет-технологиям с МНС. То есть сведения отправляем, какие необходимы для... Но это то, что наработано с другими организациями. А вот что касается рабочего места нотариуса, то в указе президента 523, который реорганизовал нотариат, было сказано, что мы должны уже с 2017 года конкретно работать с электронным реестром. Электронный реестр позволяет нам входить в любую базу, какая есть у нас в Республике Беларусь, касающаяся недвижимого имущества, регистра населения, иных других баз, где можно почерпнуть документы уже в электронном варианте. Но нотариусы немножечко, знаете, они такие консервативные люди. Все-таки для них бумага – это ценная вещь. И они считают, что печать гербовая стоящая, вот фиолетовая – это самое крепкое доказательство достоверности этого документа. Ну, я утрирую, конечно, но вместе с тем уже сейчас электронный документ оборот в пилотном проекте используется в Минске. И мы скоро дождемся и будем делать. А все отчеты, которые представляют это, все идет в электронном варианте. Мы сразу все верстаем, можно каждый месяц увидеть, что сделано. Поэтому нотариусы взяли себя в руки и, чтобы не отставать от технологий, закончили все, практически 121 человек, курсы по освоению IT-технологий для того, чтобы не застрять в прошлом. И я думаю, что документы оборот электронный позволят ускорить обслуживание граждан. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, ваш вопрос. Алло, мы вас слышим. Пожалуйста, не отвлекайтесь, задавайте ваш вопрос. Алло, я… Добрый день. Добрый день. Я не с вопросом… Не слушайте себя, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, не прерывайтесь. Я с благодарностью, а не с вопросом. Пожалуйста. Я дам огромную благодарность Маргарите Анатольевне, Маргарите Анатольевне, к Еве Григорьевне Моцар, с которыми я плотно сотрудничаю и как частное лицо, и как переводчик. Меня зовут Равчинга Ольга Ивановна. Спасибо. Спасибо, Ольга Ивановна, за звонок. С переводчиками, конечно же, приходится работать. Работаем, у нас есть реестр переводчиков. Они все имеют личные дела в нотариальной конторе. У нас можно в любой нотариальной конторе подлинность подписи переводчика под переводом засвидетельствовать, потому что все данные есть в конторах. Часто возникает такая необходимость привлечения к работе? Часто, очень часто. Да, в каких случаях? Ну, для заграницы документы оформляют, переводы делают. В тех случаях, когда надо куда-то представлять, наоборот, документы, полученные за границей, часто пользуются люди этим. Есть рост подобных обращений в последнее время? Нет, наверное, он идет приблизительно, динамика равная на всех годах. Вы с вами говорили об особенностях работы нотариусов. И вот одна из них, тоже уже упомянута, это такая готовность постоянно учиться новому и меняться. Вот как раз в начале этого года вступили в силу изменения в законе о нотариате и нотариальной деятельности. Расскажите, пожалуйста, о них, с чем они связаны и как они повлияют на вашу работу и что нужно знать? Ну, они уже влияют. Потому что мы очень плотно работаем сейчас над подготовкой новых правовых, нормативных, локальных актов, которые утверждаются общим собранием Белорусской нотариальной палаты. И это связано с тем, что закон пришел и с 25 января он вступил в действие. Но формально новшества каковы? Организационные структуры. Все, что было в указе, перешло в закон. Порядок, значит, немножечко изменилось существо принципов. Если у нас был раньше принцип, просто называлось нотариальная тайна, да, то у нас это обеспечение нотариальной тайной. То есть тут уже немножко конкретно сказано, что нотариус должен делать для того, чтобы обеспечить. Задача, которая стояла перед нотариатом, расширилась. И теперь у нас есть такое понятие, как юридическая помощь и формирование уважения к закону. Есть новшества, которые коснулись не только статуса нотариуса. Кстати говоря, вот теперь выпускники юридических вузов сразу не могут к нам прийти по распределению, работать как раньше. Теперь надо иметь стаж юридической работы три года, а потом стажировкой, и только потом становишься после сдачи экзаменов нотариусом. Это немножечко отдалило их от такой цели. Изменилось еще и кое-что в законе, что касается прав граждан. Вот у нас есть такое понятие дееспособности, да, и гражданской дееспособности. Дееспособность наступает с 18 лет, когда мы понимаем, осознаем свои права и обязанности. И нотариус проверяет, как правило, дееспособность, то, что есть человеку 18 лет, он может сам работать с нами, и гражданскую правоспособность, что он имеет возможность понимать значимость своих действий. Но иногда бывает так, что к нам приходят граждане, и мы ощущаем, что они не совсем адекватно понимают цель поставленную и те юридические последствия, которые наступят. Вот теперь в законе появилась статья, что нотариус обязан отложить сделку, в таком случае он сомневается, что гражданин не понимает, да, что он делать будет, и предложить ему добровольно пройти психиатрическую экспертизу для того, чтобы в будущем, ведь мы оформляем бесспорные факты и оформляем право на будущий срок, для того, чтобы ее никто не оспорил, эту сделку, и не признал, не действительно только потому, что человек не понимал своих обязанностей, вот даже такое есть. Такое предложение, наверное, не так-то просто сделать. Это было не просто сделать, но когда-то в свои времена у нас были социальные списки, защитные, которые создавались для того, чтобы обезопасить людей на лучшее. Ну, тогда престарелые, не имеющие близких, родных, туда входили люди, имеющие наклонности к злоупотреблению алкоголем, или еще, ну, Татарис провел этот список и откладывал, сделал. А сейчас мы предлагаем сторонам пройти добровольно экспертизу. Вот такое новшество даже пришло. Маргарита Анатольевна, у нас дожидается наш телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Ольга. Я хотела бы узнать, хотела разменять квартиру, пятикомнатную, на себя и двоих дочек. Я являюсь нанимателем. Бывший муж прописан в этой квартире, разведенный. Что мне для этого нужно и нужно ли выписывать его через суд, и могу ли я ее продать или разменять? А скажите, пожалуйста, эта квартира у вас по договору найма, то есть не выкупленная, не приватизированная? Выкупленная полностью. Приватизированная, да? Да, я нанимателем являюсь. Приватизированная? Да. Нет, не приватизированная, а кооперативная. А, кооперативная. Ну, вот я просто... Ну, в любом случае она в собственности, правильно? В собственности у меня. В собственности. А это совместно нажитое имущество с супругом в браке было? Ну, мы уже разогласили. Регистрацию права собственности провели вы во время брака или после? Во время. Во время брака. Ну, значит, это совместно нажитое имущество супруга. Значит, фактически в данной ситуации нужно сначала выделить долю супруга. То есть вы должны определить свои доли в этой квартире. Ну, как правило по закону, по кодексу о браке и семье это совместно нажитое имущество в браке делится пополам. Значит, вы должны предложить супругу получить свидетельство такое о праве собственности. А после этого своей долей распорядиться так, как вы хотите. То есть подарите или что хотите, можете сделать. Либо, если ваш супруг как бы в данной ситуации тоже будет согласен, он может и свою долю, когда выделит, подарить своим дочерям. Но сегодня нужно посмотреть, когда была регистрация. Если это была регистрация в браке, то однозначно это совместно нажитое имущество. Спасибо. Вот, наверное, одна из главных и таких достаточно сложных сфер деятельности нотариуса это наследственные дела. Хорошо ли сегодня законодательством урегулирована эта сфера? Ну, наверное, наследственное право это наиболее сложное право, отрасль права в гражданском праве. И, наверное, достаточно отработанное за все это время существование наследственного права, потому что оно пришло к нам еще из римского права. Но, конечно, сложности возникают. И возникают сложности не в том, кто должен наследовать, когда должен наследовать, когда открывается. Это упрощенные варианты. Но у нас просто есть моменты, когда граждане не оформляли свое время наследственных прав. И так случалось, что наследник становился наследодателем. И так переходило от нескольких лиц. Не оформляли. То есть умирали люди, а переход права не оформлялся. Вот тут, конечно, сложно очень. Не всегда оформлены в свое время документы правильно. Мы знаем, что подлежит регистрации каждый документ, связанный с недвижимостью. То есть недвижимость должна регистрироваться. Не всегда земля оформлена в пользование, как положено, в соответствии с кодексом о земле. И вот именно то, что у людей есть какие-то столкновения именно с процедурами, затрудняет выдачу иногда свидетельства о праве наследства. Ну, пропущенные сроки, неправильные написанные документы, неприведенные буквы срасходятся. Это тоже связано с тем, что в тупик заходят люди. Да, конечно, это сложно. И поэтому вызывает иногда раздражение у людей. Потому что очень сложно само состояние смерти близкого человека. Но в конечном итоге мы всегда приходим к какому-то консенсусу. Спасибо. Есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Я родилась в городе Гуми. Мне 78 лет. Я имею приватизированную трехкомнатную квартиру. В приватизации участвовал муж и двое детей. Сын и дочь. Муж умер. Я хочу сейчас свою часть сделать дарственность дочери. Сын работает в Минске, но он прописан здесь. И когда я обратилась за согласие, чтобы оформить свою часть дарственности, сделать дочери. Она на согласие сына. Да, согласие сына. И они мне не оформляют. Права нам мерные они или нет? Да, права мерные. Это требование, потому что те, кто имеет право пользования жилым помещением, то есть те, как вы называете прописка, регистрация проведена, они должны давать согласие. Спасибо. Маргарита Анатольевна, тоже вопрос, который, наверное, часто граждан волнует. Есть ли льготы для граждан при получении нотариальных услуг? Есть льготы. Я даже могу сказать, что вот за прошлый год у нас полностью были освобождены от уплаты нотариального тарифа почти 8,5 тысяч граждан. 20 тысяч было освобождено частично. И 100 человек было освобождено по приказу БНП и ТНП. То есть льготы есть. Но льготы не только нами устанавливаются, вот ТНП и БНП, но это постановление Совета Министров, у нас есть такое, нотариальных тарифов, в которых конкретно указаны льготные категории граждан, имеющие право на льготу при оформлении нотариальных действий. Их большой перечень был. Но вот год первой работы показал, что, наверное, недостаточно таких людей оказалось. И были вновь внесены еще дополнительные изменения, которые позволили еще одним категориям присоединиться к таким льготам. Я хочу сказать, что этим постановлением позволено право обращаться в ТНП за льготой. И мы каждый индивидуальный случай рассматриваем и сдаем свой приказ. Ну, какие это случаи? Знаете, бывают люди, которые не могут прийти сами в нотариальную контору. А выезд, как правило, это денег стоит, вызов нотариуса. Мы освобождаем от оплаты за выезд нотариуса. Мы можем освободить частично пенсионеров, у которых маленький доход. Но мы рассматриваем документы, которые нам представляют, и стараемся входить в положение. Поэтому, да, льготы есть. И, кроме всего прочего, мы постоянно оказываем бесплатные консультации. Консультация стоит тоже денег. Но когда люди к нам обращаются, мы имеем право сделать бесплатную консультацию. Кстати, мы проводим акции. И вот буквально 15 марта была акция. Более тысячи человек получили бесплатную консультацию. С какими вопросами обращались? Обращаются со всякими вопросами. И хотя мы анонсируем, что мы занимаемся все-таки больше гражданским правом, семейным правом, люди идут с всякими вопросами. Вот у нас в одну из контор обратились люди. По уголовному праву. И нотариус не поленился, разыскал определенную статью и сказал, куда надо обращаться по этому вопросу. Хотя мог и сказать, что это не наши проблемы. Но стараемся объяснять все, о чем связано. К сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже закончилось. Спасибо большое, Маргарита Анатольевна. Мне вам спасибо. Председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы, за ваши звонки. До свидания. До свидания.